Дмитрий Мататов 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 Спасибо огромное вам. Было ощущение, что пели, как будто бы не вы. Как будто что-то внутри вас. В нем пел Бог. Как будто пел Бог, да, Коль, правда. Я боялась таких прав произносить. Но это правда было что-то невероятное. Чистота вашего голоса, она какая-то необыкновенная. Вы для меня однозначно победитель всех сезонов. Спасибо всем. Альберт Жалилов, заслуженный артист Татарстана. Дмитрий, я поздравляю с отличным выступлением. Когда начал петь на испанском, я подумал, ну в общем-то эта задача упрощается. Все-таки иностранный язык в любом случае мы все воспринимаем не как носители. Хоть мы можем знать этот язык хорошо, все равно это больше как музыка для нас воспринимается. Но потом ты задачу усложнил, начал петь на русском языке. Вот здесь я решил, что я встану. Особенно была одна нота, которая по-настоящему тронула. Я понял, что здесь же очень важно вот эту красную нить смысла в песне пронести до самого конца. Ты это сделал. Спасибо тебе большое за выступление. Прекрасная удача. Ну а теперь вы сейчас убедитесь, как эти 99 ангелов превращаются в демонов. Потому что я хочу передать микрофон человеку, который не встал. Лина Ли. Пожалуйста, не нужно на меня кричать. Не зря ты пришла в главку. Я не знала, что я единственная не встану. Я очень редко не встаю. Дмитрий, у вас очень особенно специфическая манера. Там много мелизмов. И лично мне, только лично мне, она помешала услышать смысл песни. Для меня было очень-очень много. Меня немножко сломало, как вы разбили слово «любили» на две части. «Люби» и «Ли». Я увидела, что вы очень душевны. Я увидела, что вы делаете это максимально честно. Но вот почему-то именно эти факторы маленькие у меня сломали картинку. Спасибо за вашу точку зрения и мнение. Мне это очень важно. Я не рассчитывал на самом деле на сотню. Сто это бывает только во сне. У каждого свое мнение. Это нормально. Дело в том, что слово в данном случае русского языка «люби-ли» оно не садится на одну ноту. «Люби-ли» на две ноты. Поэтому, ну, в русском языке, к сожалению, так она исполняется. Ну что ж, Алсу. Безупречно все было. Голос потрясающий, тембр, диапазон. Но мне кажется, что вот с самого начала вы немножко переиграли. Вот потому что первый куплет хотелось какой-то вот более, да, более сдержанного такого. А вы сразу начали демонстрировать нам ваш классный, безупречный вокал. И вот эта мелизматика, о которой Лина говорит, да, чуть-чуть ее было многовато на мой вкус, хотя я обожаю мелизмы. Спасибо. Сергей Лазарев. Дмитрий, а вот на мой вкус было так стерильно, вот прям так все правильно, хорошо, очень профессионально, что, знаете, аж бесит. Ну вот это прекрасно для конкурса. Для конкурса это супер, когда все так автоматизировано, что ты выходишь и выдаешь стабильный высокий результат. Вот 99 это ваш стабильный результат автомата. Вот еще одного балла, наверное, не хватило, знаете, из-за чего? Из-за того, что вот здесь и сейчас чего-то не произошло. Понимаете, о чем я говорю? Вот какой-то вот настоящности, чтобы мы поверили, что это происходит здесь и сейчас. Вы волнуетесь, не знаю, что вы живой. А так как будто голограмма вышла, и классно включил кто-то плей, и заиграла музыка, и вот это ощущение чуть-чуть нереальности было. А справились вы потрясающе со своей задачей, и у вас каждый звук был в правильное место, на каком бы языке вы бы ни пели. Спасибо большое. Главное не бронзоветь, вот знаете, чтобы все равно живость была и ощущение настоячности. Спасибо. Красивая песня, красивое исполнение, красивые 99 баллов у Дмитрия Мататова. Вы наши сегодня Акуна Матата, я бы сказал, Дмитрий. Приглашаю вас, тройку лидеров, на первое место.